Ещё одно правило. Не разрушайте ваших отношений в реальной жизни ради флирта в интернете. И автор данных книг рассказывает массу историй, что у кого-то есть классные отношения с мужем или, предположим, с мужчиной, с бойфрендом. И так ради интереса начинает переписываться и потом... И затягивает, и затягивает. Аня, соглашусь, тут как можно это правило ещё интерпретировать? Берите свои отношения. Не думайте, что какой-то лёгкий флирт на стороне вашим отношениям не помешает. Помешает. Потому что наши отношения, устоявшиеся, мы уже друг другу принадлежим. У нас гормональный фон спокойный в этих отношениях. Больше окситоцин рулит, да? Который именно так на объятия, на родство душ. А фенилэтиламин не так взмывает. А вот эти вот всякие флирты, хоть в интернете переписка, или как у меня тоже на консультации девушка была, и разговор был такой. Эмилия Васильевна говорит, у меня всё прекрасно в семье. Ну, я реагирую на коллегу, который там посматривает на неё, и она, и вот её там это самое вздымает всё. И я говорю, слушай, ну вот смотри, ты же получаешь удовольствие от крутого фильма. Получаешь. Ты же не крутишь удовольствие потом это в голове там часами. Или от какой-то вкусной пищи. Ну, ты съела, в этот момент получила удовольствие. Посмотрела фильм, покайфовала и пошла дальше. А у тебя смотри, что у тебя происходит. А коллега проявляет к тебе внимание. У тебя гормональный всплеск. Ну, ради бога, покатайся на этих гормонах. Что делаешь? Ты приходишь домой и начинаешь пережёвывать и вспоминать вот эти свои чувства. Что ты делаешь? Ты рождаешь влюблённость. У тебя получится, как у Анны Карениной. В какой-то момент ты заметишь, какие ужасные уши у твоего мужа. Как она заметила, что у Каренина ужас. Так и с тобой произойдёт. То есть ты сама раскручиваешь наши физические, физиологические реакции. Ты начинаешь им придавать значение. Поэтому, моя дорогая, если ты не умеешь этим управлять, то лучше всего уволиться и уйти с работы. Чтобы не разрушать отношения в семье и не разрушать семью. Да, вот мы такие существа гормональные, эмоциональные. Не все. Есть люди, которые это прекрасно понимают. Вот как я рассказывала про мужчину. Есть категории мужиков, которые покабилировали на стороне и забыли. Они не крутят. Они не вспоминают, как он там с любовницей, что там. Ничего там не было. Там было, знаете, как на Татланке покатался. Или на американских горках. Или классный фильм. Или вкусно поел. Вот такое отношение. Чистая физиология. Пришёл домой, у него дома шикарно. Жену на руках носит. Думаешь, вот же зараза. Нет, не зараза. Вот он не крутит в голове ничего. А тут на неё коллега как-то посмотрел. Ей вот эти американские горки. И потом она их дома крутит, крутит. А дома этих американских горок нет. Получается же, вот этот вот мужик-то отличает, что и как у него. И не занимается вот этим вот мыслемешалкой, которая не к месту. И я говорю, не мой, не умеешь останавливать мысли. Увольняйся с работы. Потому что докрутишь ты эти мысли, где-нибудь в гостиницу отправишься с этим, со своим коллегой. После гостиницы ты решишь, что надо разводиться. Разведёшься с мужем, а он тебя в жёны не взял. Это практически 99 из 100. Потому что он будет помнить, что ты шлюха. Да, конечно, конечно. Пляла, когда ты была замужем. Ты обманывала мужа. Она мне ещё говорит, Эмилия Васильевна. Ну вот я же знаю, мол, вот кто разводился, замуж выходил. Я говорю, ты же не знаешь, какие отношения там в семье были. Я тоже, например, в семье знаю, где люди живут, но они не обманывают друг друга. Обманывать, это вот в отношениях обманывать, да. Люди общаются, но они знают, что между ними нет сексуальных супружеских отношений. Они как родители, они уже как соседи, они как друзья друг к другу. Они, кстати, не планируют разводиться, например. И у меня тоже был такой момент, когда я консультировала, и мужчина сказал, что женщина совершила подлость. Тем, что она там в кого-то влюбилась так, что решила развестись. Я говорю, слушай, ну ты же знал, что она там с кем-то встречается. Он говорит, ну и что? У нас как бы договорённость такая. Эта договорённость не подразумевает. Мы договаривались, что мы будем как бы супружеский союз, девочки. Любовный союз, сексуальный союз, это всё разные союзы, да. И человек воспринимал так, что мы договаривались, что у нас супружеский союз будет всю жизнь. Мы всю жизнь всегда друг к другу стакан воды подадим. И мы всегда друг у друга на первой месте, именно как настоящие друзья. А то, что там какие-то там у нас увлечения, получается, не было обмана. И мужчина, который с такой женщиной встречается, у которой определённый тип взаимоотношений с мужем, он тоже понимает, что ты что? А про тебя, говорю, он будет знать, что ты обман. Ты же обманом будешь? Возьми сейчас, прийди и скажи своему мужу. Ты знаешь, я влюбилась в другого. Я не хочу с тобой любыми отношениями продолжать. Я хочу с супружеских только отношений. Что тебе муж скажет? Он согласится на такой вариант? Он не согласится. Ты боишься так говорить. А в то же время сама флиртом занимаешься. Да ещё плюс углубляешься в это. Флирт в влюблённость переводишь. К чему это всё приведёт? А приведёт это к тому, что ты мужа, ты на любовника начнёшь в розовых очках смотреть. А потом, когда это развеется, ты потом увидишь, что муж-то оказывается сокровище. А любовник так. Попрыгунчик какой-то был. Потому что приличный человек не лез бы в чужую семью. И чужую жену не соблазнял бы. Вот они. Поэтому, да, можно понимать, кто-то может себе позволить какие-то улыбки и какой-то флирт, который никак не будет отражаться на его отношении к его половинке. Мы все знаем, насколько он увлекающийся и не увлекающийся. Поверхностно это у меня. Есть мужчины, которые галантны. 35 комплиментов. Будут тебя галантно вести. И, господи, у Немаляевой муж такой, Александр Лазарев был. Очень галантный был. Но кроме света его вообще никто не интересовал. И это его галантность, внимательность по отношению к женщинам. Она не сподбегала его к тому, чтобы в кого-то влюбиться, о ком-то начать мечтать. И вот только одна его света была. Вот есть такой тип. Если ты такой тип, то ты вот эту внешнюю галантность можешь использовать. А если не такой тип, ты галантна, к тебе галантна, ты уже нафантазировал целый вагон, не надо влезать. Если тебе Бог послал хорошего спутника жизни, если у тебя хорошая половинка, держись за свою половинку и всяким мусором не разрушай свои отношения. Спасибо. Спасибо.